МОП Единый расчетный центр ждут непростые времена. Свердлов Энергосбыт, а именно он начисляет платежи за коммуналку, с 1 октября расторгает договор с муниципальным платежным агентом. Те пункты, а их порядка, по-моему, 14, да, у ЕРЦ? 16. 16, да. К ним люди привыкли. Они очень большой спектр услуг оказывают по без, так сказал бы, по пошлиному, да, сбору денег, которые... Они находятся в привычных местах, в удобных местах, во всех крупных торговых центрах. Вот я просто обращаю внимание невольно, что там стоят очереди после того, как питанцы получили на руки. Вот, все эти пункты подлежат закрытию. Для ЕРЦ прием платежей является основным источником доходов. Но Свердлов Энергосбыт отказался от работы с этой организацией и отдал предпочтение так называемому Первоуральскому расчетному центру. Вместо ЕРЦ будет ПРЦ. Значит, здесь будет 12... Да, да. Насколько мне известно тоже на сегодняшний день. Но пока еще озвучили, значит, дату 1 октября. В Первоуральском офисе Свердлов Энергосбыта подчеркивают решение, расторжение договора с ЕРЦ принималось как минимум в Екатеринбурге. Его причины озвучены не были. Что касается ПРЦ, это частная структура. И, согласно документам, учредитель зарегистрирован в Республике Башкирия. Откуда, почему же Башкирия оказался здесь? Вот это вот, не, вот просто интересен вопрос замечательный. Откуда это он сделал? Это Григорьевич, это не ваш там родственник будет? По-моему, в ПРЦ... В ПРЦ не отказывалась. В чем причина, в чем причина, чтобы дальше поменять собственность, который мы собирали? ЕРЦ не отказывалась. Я скажу больше, что ЕРЦ кровно заинтересована сохранению. Это ее основной источник дохода. С 1 октября этого года Свердловский энергосбыт расторгает договор с пунктами оплаты ЕРЦ. Теперь люди, которые раньше платили за свои коммунальные счета вот таких вот стационарных пунктов приема платежей, будут вынуждены привыкать к новым местам оплаты. В администрации говорят, что в преддверии отопительного сезона это может вызвать резкое снижение коммунальных платежей. Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Влад Черноусов, Интера ТВ.